МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Остановка по требованию. Почему в работу барнаульского автобусного маршрута вмешалась прокуратура? Итак, без своего спортивного дома может остаться известный во всем мире барьерист Сергей Шубенков. А вместе с ним почти с десяток воспитанников заслуженного тренера страны Сергея Клевцова и биатлонисты. Зал, в котором занимались спортсмены, закрыли. Уже много лет здесь протекает потолок. Теперь здание и вовсе, говорят, решено снести. Коммунальные проблемы могут выйти на мировой уровень, ведь подготовка Шубенкова к Олимпийским играм оказалась под угрозой. Худо-бедно, какой есть инвентарь. И вот с недавних пор у нас здесь соорудили нам забор. Этот барьер словно очередной вызов для Шубенкова. Забор разделил зал на две части. По ту сторону осталась беговая дорожка и инвентарь. Легкая атлетика – это в первую очередь бег. Чтобы хорошо бегать, надо бегать. И вот это то, чем мы здесь и занимаемся. В первую очередь здесь мы бегаем зимой, когда на улице мороз, когда на улице можно только там кроссики покатать. Соответственно, здесь вся специальная работа всегда у нас была. Для специальной работы тренер Шубенкова Сергей Клевцов оборудовал вот этот тир училища Олимпийского резерва. Помещение поделились биатлонистами, приходилось уживаться. За все время здание ни разу капитально не ремонтировали. В итоге прорвало крышу. Да это постоянно, это даже мужу привыкли, это не мешает. Там это все разгребается, убирается. Шубенков даже как-то раз выкладывал снимок с протекающей кровлей в Инстаграм. Десятки комментариев со словами «как так» и сотни лайков. Тогда на эту проблему мало кто из краевых чиновников обратил внимание. Обратили почему-то сейчас. Руководитель училища, по словам Шубенкова, решил не ремонтировать зал, а вовсе снести. Бегать здесь сейчас решительно невозможно. Это уже другой зал, называется манеж Политехнического университета. Бесконечные заплатки на дорожках, отсутствие тренажеров под рукой и неудобное расписание. Именно сюда тандема предложила переехать временно исполняющий обязанности руководителя управления спорта и молодежной политики края Елена Лебедева. Такой вариант, мягко говоря, не устроил Сергея Клевцова. Уверяет, зданию на Тимуровской 16 в регионе просто нет альтернативы. Доказывал он это и спортивным чиновникам, говорит, не услышали. Тогда известный тренер обратился к заместителю губернатора Виталию Снесарю. Проблему обещали решить. Главный итог его, я думаю, это то, что ситуации категорически нет. Приобрела чуть более другой формат, что есть желание у руководства работать, помочь ситуацию поправить. Потому что, как сказал вице-губернатор, со стороны спортзмена все понятно, цикл тренировок не должен прерваться. Сразу же после этой встречи высказалась и Елена Лебедева. Мы будем до последнего искать возможности, чтобы манеж в училище Олимпийского резерва к холодам заработал. В настоящее время предпринимаются конкретные действия, направленные на то, чтобы наши ведущие легкоатлеты и в первую очередь Сергей Шубенков. Часть своей подготовки проводили в этом помещении. Вопрос сложный, но не безысходный. Выход все же будет найден, уверены знаменитые спортсмены. Ведь на кону сейчас поездка Сергея Шубенкова на Олимпийские игры в Токио. Подготовка к которым уже началась. Слишком, говорят, высока цена. Правда, по словам Шубенкова, в последнее время он все чаще стал задумываться о смене места проживания. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости. Обезвоженный город по всему Рубцовску. Предстоящие выходные не будет питьевой воды. Воду отключат в 6 часов утра 18 августа. Возобновят подачу лишь в 22 часа 19-го, оповещает мэрия Рубцовска на официальном сайте администрации города. Причина – плановый ремонт оборудования гидроузла. Чиновники обращаются к жителям города, руководителям предприятий и организаций, с просьбой обеспечить двухдневный запас воды. При этом они не сообщают, будет ли осуществлен подвоз воды. Отметим, в Рубцовске проживает около 150 тысяч человек. Повысить пенсию на три года и для мужчин и для женщин. Вот такую поправку в законопроект о пенсионном возрасте готовят алтайские депутаты. Весь список предложений политики обсудили сегодня вместе с представителями общественности края. За ходом бурной дискуссии наблюдала Анастасия Дороган. Замедлить ключевые пункты будущей пенсионной реформы – вот что предлагают алтайские депутаты. Возраст выхода на отдых поднять всего на три года для всех, а срок выхода увеличивать еще постепеннее, чем пока по законопроекту – по шесть месяцев в год. И не забывать про специфику регионов. Учесть в особой категории граждан, которые назначается досрочная пенсия, льготное назначение пенсии – это те, которые работают в сельском хозяйстве, оператор машинного доения, механизатор животновода. Снижение срока льготным категориям граждан – это у нас медики, педагоги, творческие работники. В рабочей группе идею поддержали. Но, по мнению агропромышленников, в таких условиях пора вновь индексировать выплаты работающим пенсионерам и привлекать кадры дополнительным стажем. Нужно включать в трудовой стаж эту учебу в высших учебных заведениях. Отработал в отрасли не менее 25 лет, значит, наше предложение нужно включать в трудовой стаж. Внести корректировки в законопроект, который обсуждают в регионах уже два месяца, до сих пор готовы не все. Некоторые участники и сегодня называют его не до конца продуманным. На четырех работающих, когда принималось, был один неработающий, а сейчас типа наоборот. Так вот, когда принималось, на БК везли 20 центнеров. Сейчас на КАМАЗе везут 20 тонн, на Тонаре еще больше. Топлайнер убирает, что мы будем делать с нашим населением. Работа населения будет. 50% жителей Алтайского края работает в селе. Возможности для развития бизнеса ограничены. Край ежегодно теряет десятки тысяч рабочих мест. Сначала необходимо принять те программы, о которых говорится. Программы по трудоустройству, программы по повышению заработной платы. Решить вопрос по увеличению продолжительности жизни. Все предложения рабочей группы краевого законодательного собрания сформируют к 21 августа. В этот день в Куздуме рассмотрят поправки, которые поступят из регионов страны. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. Суд до дела. Свидетели обвинения не явились на очередное заседание по делу Марии Матузной, обвиняемой в экстремизме за размещение в интернете картинки. Но в связи с этим за очередные судебные слушания перенесены на конец августа. Слово Ильи Кочеткову. К этому делу приковано внимание прессы всей страны. В подтверждение вновь небывалое для Барнаула число представителей федеральных СМИ. В зале немало и неравнодушных жителей края. С предъявленными обвинениями большинство из них не согласно. За картинки сажать глупо и за любое мнение. У каждого человека должно быть право высказать. Первое, что сделала сторона защиты, ходатайствовала о прекращении уголовного дела и передаче его в прокуратуру. По мнению адвоката, еще на досудебном этапе многие права Марии были нарушены. Это, считает он, может быть поводом возвращения дела обратно в прокуратуру для пересмотра. Экспертизы были уже проведены до ознакомления с постановлением о назначении данных экспертиз непосредственно самоподозреваемой, потом в качестве уже обвиняемой, то есть Марии. В связи с этим она была лишена возможности, так же как и ее защитник, по идее, лишены возможности поставить свои вопросы на разрешение, определиться с экспертным учреждением. Суд отклонил ходатайство защиты и перешел к опросу свидетелей. Предполагалось участие семи человек, но на заседание пришел лишь один. Сотрудник телекоммуникационной компании подтвердил, что действия, связанные с публикацией картинок, были произведены с адреса, где проживала Мария. Однако ключевые свидетели так и не явились в зал суда. Это две девушки, на основании показаний которых во многом строится обвинительное заключение. В частности, эти девушки заявили, что размещенные Марией мемы оскорбили их религиозные чувства. У нас есть ряд вопросов к ним, и мы надеемся, что суд увидит истинный, скажем так, облик. И свидетели, что никаких искорблений не было, что они верующими людьми не являются, это легко доказать. Увидеть свидетелей в зале суд надеется на следующем заседании, которое состоится 28 августа. А мы продолжаем следить за развитием событий. Елена Макаренко, Илья Кочетков, Павел Лауронин. Наши новости. Стало известно, кому принадлежало старинное надгробие, найденное несколько дней назад на улице Горького в Барнауле. Напомним, в ходе ремонта рабочие перевернули мраморный блок, на обратной стороне обнаружили имя Софья Кулева и возраст 33 года. Вчера надгробие перевезли в Нагорный парк, откуда оно, как считают многие историки и представители Барнаульской епархии, было вывезено после революции для хозяйственных нужд. Уже сегодня барнаульский историк, краевед Данил Дегтярев, опубликовал у себя на странице в соцсети историческую справку. Согласно его сведениям, Софья Семеновна Кулева, барнаульская купчиха второй гильдии, ее муж купец Федор Кулев, торговал мануфактурой, галантерией и бокалей. Жизнь Софьи Кулевой закончилась 15 октября 1904 года и было всего 33 года. В ближайшее время ее памятное надгробие станет частью мемориальной аллеи на территории храма. Там же выставят еще несколько надгробий, найденных на территории Нагорного парка. Жители Барнаула недовольны работой общественного транспорта, в частности пассажиров не устраивает, как ходит 24-й автобус. Говорят, порой приходится ждать экспресс на остановке по 40 минут. Они даже привлекли сотрудников прокуратуры для выяснения ситуации. Насколько обоснованы претензии к автоперевозчику и почему на линии, по мнению пассажиров, работает недостаточное количество автобусов, пыталась выяснить Елена Кузовкина ей слово. В интернете есть карта движения общественного транспорта. Здесь можно посмотреть, в каком месте находится определенный маршрут. В данном случае нас интересует 24-й. Итак, смотрим на линии 8 автобусов. Один из них сейчас движется по проспекту Ленина, подъезжает к медицинскому университету. Ближайший от него автобус, который идет в этом же направлении, поворачивает на улицу Матросова. Дарья Харькова, барнаульская студентка, регулярно передвигается по городу на 24-м маршруте. Там, где живет девушка, особого разнообразия в маршрутах нет. Бывает, что подолгу нет и 24-го. Приходится заказывать такси, ведь главная черта Дарьи – пунктуальность. Особенно в учебном году очень сложно к первой паре добираться, а так сейчас вполне комфортно. А вот насколько пунктуален общественный транспорт, решили выяснить представители гражданского патруля. Под видом простых пассажиров они вышли на остановки города и вместе со всеми ждали. В частности, 24-го. Заключение. Автобусов мало, по выходным на линии работает всего три машины. В основном это некомфортные пазики. Ну, организация направила обращение наше, юридическая служба в органы прокуратуры. Почему так, скажем, жестко, да, такие меры были приняты? По той простой причине, что наши же, опять же, участники уже писали обращение. В комитет по транспорту им ответили, что да, не до выпуск, мы приносим извинения, сделать ничего не можем. Руководитель предприятия, который обслуживает 24-й маршрут, не отрицает, что в летний период, когда многие в отпусках, а студенты на каникулах, на линию из 15 положенных выпускают 8-10 машин. По словам Георгия Шмидта, 24-й не самый востребованный автобус прибыли он не приносит. Периодически и вовсе встает вопрос о ликвидации этого маршрута. После того, как дистопливо выросло, ряд налогов поднялся, коммунальные, мы такие же оплательщики коммунальных услуг и все остальные. У нас складывается так, что мы практически должны еще были остановиться в декабре месяце. В смысле закрыть маршрут? Да. Он настолько вообще не восстанавливается? Вообще не рентабельный. Вообще не рентабельный. По сравнению, например, с 20-м маршрутом, который в любое время суток переполнен, мы ввозим воздух, говорит Георгий Шмидт. При этом требования к качеству перевозок и оснащению предъявляют на равных. Например, установка тахографов, которые должны появиться во всех без исключения автобусах для контроля скорости, режима труда и отдыха водителей. Стоимость одного прибора более 30 тысяч рублей. И его покупка, по словам Шмидта, ложится на плечи предпринимателей. А пока многие пассажироперевозчики с ужасом ждут похолодания. С морозами заметно увеличится расход топлива на прогрев машины и салона. Если при этом не подрастет стоимость проезда, некоторые предприниматели уже говорят, что покинут рынок. Являются ли все эти причины весомыми, разберется прокуратура, в которую обратилась общественная организация. Ну а в планах гражданского патруля еще один рейд. Поступили очередные жалобы от пассажиров. На этот раз на работу автобуса номер 1 и 9. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Сегодня в Барнауле чествовали победителей краевых конкурсов профессионального мастерства. Церемония награждения прошла в концертном зале «Сибирь». В зале лучшие представители рабочих профессий, мастера своего дела, инженеры, слесари, тракторист, кондитер. В течение года они сражались за почетное звание. И вот сегодня им вручили заслуженные награды. Всего участия в конкурсе «Лучше по профессии» приняло 70 человек. 18 из них стали победителями. Менее многочисленным был конкурс на определение лучшего шеф-наставника. Из 25 претендентов лишь 6 получили награды. Среди них и Татьяна Попова. Она работает водителем трамвая в Бийске. Несколько лет назад ее муж завоевал подобную награду. В копилке семейных трофеев, пополнение и 30 тысяч призовых рублей за победу. Такие чувства, что я к этому шла. Я много наград имею, но к этому шла. Я и хотела победить. Ну, победила. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Валар». Фиталакс – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания. «Фиталакс» от «Эвалар» – выбор миллионов покупателей. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Завтра в крае ясно, без осадков и по-настоящему жарко. Температура в Заринске – 26 градусов, в Белокурихе и Камне на Аби – до 28. В Рубцовске воздух прогреется до 31. В Барнауле переменная облачность, ветер западный умеренный. Ночью 12-14 градусов, днем до 27 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле у нас прежний – 722-440. Это все новости к этому часу. До встречи. Афанасий Нестерович Абрамов воевал на Брянском и Центральном фронтах. Во время форсирования Днепра, используя подручные средства, в течение 4 часов под вражеским огнем переправлял на правый берег реки 120 бойцов и командиров с вооружением. Днем позже лейтенант Абрамов со своим взводом первым ринулся на защиту берега во время атаки немцев. В ходе боя уничтожил 4 пулеметные точки, за что ему и было присвоено звание Героя Советского Союза. Дмитрий Уланин воевал на Центральном и Белорусском фронтах. В 1944 году на берегу реки Нарева уничтожил два танка и три десятка вражеских солдат. Позже при отражении вражеских атак поджег еще два танка. За образцовое выполнение заданий ему было присвоено звание Героя Советского Союза.